Спутник связи Искусственный спутник Земли, специализированный для ретрансляции радиосигнала между точками на поверхности Земли, не имеющими прямой видимости. Спутник связи принимает спектр частот с сигналами наземных станций, направленных на него усиливает и излучает обратно на Землю. Зона, в которой возможен прием спутникового сигнала, называется зоной покрытия. Зона покрытия определяется положением на орбите, ориентацией и техническими характеристиками спутника, применяя различные модуляции. Через спутник можно передавать как цифровую информацию, так и аналоговые сигналы. Большинство спутников имеют несколько передатчиков, транспондеров, каждый из которых покрывает некоторую полосу частот. Также транспондеры различаются поляризацией и диапазоном, с которыми они работают. Спутники размещаются в трех зонах, обусловленных существованием поясов Ваналина. Геостационарные спутники возвышаются над Землей на высоте 35 786 км. Средневысотные спутники занимают диапазон от 5000 до 15 000 км. Для покрытия всей земной поверхности таких спутников требуется около 10. Такие спутники нашли применение в системе GPS, завершают классификацию низкоорбитальной спутники, которых для покрытия связи всей Земли нужно не менее 50. Недостатки спутниковой связи. Высокая латентность сигнала, обусловленная временем прохождения электромагнитной волны расстояния до орбиты спутника. Например, до высокоорбитального спутника на орбите 35 786 км сигнал идет 119 мс, что означает задержку прохождения сигнала между двумя наземными станциями порядка 239 мс. Неизбежность периодической интерференции сигнала при пересечении спутником линии наземной станции Солнца. Необходимость слежения наземной станции за спутниками имеющими небе стационарной орбитой Луна как спутник связи. Можно организовать радиосвязь, принимая отраженный от Луны радиосигнал. При этом Луна должна быть видна и в точке передачи и в точке приема сигнала. Такая связь используется военными и радиолюбителями.